Здравствуйте! На портале к Загетру с вами Протерей Дмитрий Сизаненко. Сегодня мы с вами прочитаем первый стих 109-го псалма. «Сказал Господь Господу моему, сиди, одеснуй меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Этот псалом очень часто цитирует апостол Павел, цитируют евангелисты и автор «Деяния святых апостол». Этот псалом нам помогает понять, что означают в нашем символе веры слова «по писаниям», согласно писаниям, потому что всегда возникает вопрос, а какие писания имеются в виду, когда мы исповедуем свою веру, в каких местах Ветхого Завета мы находим подтверждение того, что все, что произошло с Иисусом Христом, является исполнением каких-то древних обетований, пророчеств, ожиданий. И вот этот псалом дает первым христианским авторам и нам с вами нужные слова для того, чтобы выразить саму тайну нашей веры, чтобы выразить смерть и воскресение Христа. И поэтому значение этого псалма невозможно преувеличить. Действительно, слова псалмопевца являются выражением нашей веры, исполнением пророчеств. То, что здесь возникает «два Господа, сказал Господь Господу» для первых христианских авторов, было ясным выражением того, что есть Отец и есть Сын. Более того, речь идет о их равенстве. «Сын равен Отцу». И уже для первых христиан это было совершенно явно и однозначно. Более того, говорится о воскресении как о возвращении Христа к полноте божественной жизни. Христос возвращается туда, откуда Он сниз шел на землю, для того, чтобы все человечество возвысить, вознести вместе с собой и в себе. И именно это выражение вошло в наш символ веры – сидящая десную Отца, вошедшего на небеса и сидящая десную Отца. Когда речь идет о врагах, пока я положу врагов твоих, подножию ног твоих, конечно, мы в Евангелии видим, что у Мессии очень много врагов. Прежде всего, это старейшины, первосвященники, это книжники, фарисеи, люди, которые задают неудобные вопросы, которые ищут моменты для того, чтобы предать Христа на суд и на казнь. Но фактически более важным врагом и более страшным, лютым врагом является то, что всегда стоит за людьми. Человек – это всегда то, что за ним стоит. И за людьми очень часто стоят какие-то другие силы. А сами люди не знают, что за ними стоит. То есть, почему Христос с высоты креста говорит в своей молитве о прощении? Они не ведают, что творят. Потому что самый страшный и самый лютый враг – это смерть. Во-первых, все демонические силы, которые стоят за людьми, но самый ужасный враг – это смерть, которая тоже будет побежден. И здесь для христиан пророчество о том, что смерть Христа была не просто биологической смертью, как наша с вами, но это будет победа. Это победа жизни над смертью. Смертью смерть поправ, своей смертью Христос уничтожает смерть. И именно это выражение поможет понять вообще суть воскресения. И поэтому эти стихи очень важны и для апостола Павла, и для Евангелия, поскольку апостол Павел несколько раз возвращается к этим стихам для того, чтобы донести до своих учеников смысл. Прежде всего, слово «Господь». В посланиях апостола Павла слово «Господь» является ключевым в исповедании христианской веры. Мы, к сожалению, утратили эту чувствительность, восприимчивость. Для нас слово «Господь» уже не имеет этого значения. Но самое первое исповедание веры у христиан было «Иисус Господь», что означает «Иисус воскрес». Например, мы это видим в послании к филиппийцам во второй главе. И в знаменитом моменте, когда апостол в послании к коринфянам говорит о том, что никто не может исповедать Иисуса Господом, если не в Духе Святом. И у нас возникает вопрос, а что здесь такого? Почему так трудно исповедать простую вещь? Иисус есть Господь. И что это означает? Потому что для апостола Павла это означает, что Иисус есть Бог, Сын Божий. И в чем проявляется Его сыновство? В самом факте воскресения. Отец воскресил Сына и тем самым явил божественное достоинство Иисуса Христа. Нечто созвучное мы слышим в пасхальных песнопениях, которые тоже являются цитатой другого псалма «Бог, Господь, явися нам». Фактически это Иисус есть Господь, и воскресший Господь в момент Его воскресения это когда Он открывает Себя нам, как некая теофания, Бог являет Себя, точно так же, как Солнце на восходе являет Себя миру, и мир начинает быть. Итак, слово «Господь» здесь является ключевым, и это нужно просто услышать. Христос в воскресе, это означает «Иисус воскрес», это означает «Иисус Господь». И это мы находим в книге «Деяния» во второй главе. Здесь буквально цитируется этот псалом. «Сам Давид никогда не восходил на небеса, однако он говорит, «Сказал Господь Господу моему, сядь по правую руку мою, доколе не повергну врагов твоих к ногам твоим, а потому, — продолжал апостол Петр, — пусть твердо знает весь Израиль, что тот Иисус, которого вы распяли, и есть Господь и Мессия. Тот Иисус, которого власти предали на смерть и распятие, Он воскрес, и в этом Он явил то, что Он есть Господь и Он есть Мессия. Слово «Мессия» имеет совершенно особое звучание, потому что, конечно, слово «Христос» является переводом еврейского слова «машех», то есть «Мессия», и буквально означает «помазанник», и речь идет именно о царском помазании. Поэтому Иисус воскреший есть не просто Господь, но еще и царь, помазанный на царство, и поэтому трон Его находится на небесах, потому что тот, чей трон находится превыше всего, Он и царствует над всем тем, что оказывается у подножия ног Его. И другое место, где апостол Павел цитирует этот псалом в послании филиппийцам во второй главе. Это знаменитый христологический гимн, где о воскресении говорится как о царской интронизации Христа, таким образом, что Христос получает новое имя, которое превыше всех имен, и это имя и есть Господь, и трон Его находится над всей вселенной, над всем мирозданием. Этот гимн является литургическим исповеданием веры первохристианской общины, и поэтому он вошел в Священное Писание и настолько дорог вообще всякому верующему человеку. «Потому Бог и вознес его высоко и даровал ему имя всех иных имен превыше, дабы все на небесах, на земле и под землей колени свои преклонили перед именем Иисуса и во славу Бога Отца всякий язык провозгласил Иисус Христос Господь». Здесь мы опять видим как музыкальную симфонию повторение этих прекрасных имен и образов, прежде всего образ этого возвышения, вознесения. Он его прославил, превознес превыше всего и дается точно указание превыше чего. И мы видим трехчастную структуру Вселенной. Есть небеса, есть земля, есть преисподняя, есть то, что под землей. Так вот, трон Христа расположен превыше всего для того, чтобы все, что находится под ним, преклонило свои колени, исповедуя его господство. И другое ключевое здесь слово, это слово «слава», во славу Бога Отца. Сам Христос и есть слава. Христос есть слава и совершенный образ, здесь уместно употребить греческое слово «икона», изображение, образ, откровение Бога Отца. И этот псалом нужно прочитывать не только буквально и исторически, но тоже и как-то иначе. Прежде всего, нам, людям 21 века, конечно, по душе исторические прочтения. Например, если вы прочитаете о том, что этот 109-й псалом был составлен в какую-то конкретную историческую эпоху для того, чтобы использоваться за богослужением или за церемонией интронизации нового царя, это гимн, который был искусственно составлен в каких-то исторических обстоятельствах и, конечно, прежде всего посвящен историческому персонажу. Конечно, если мы это слышим, то это нам кажется чем-то очень важным и интересным. Но в действительности историческое значение не так важно. И я говорю это не потому, что я против историчности. Наоборот, это очень важно. Например, воскресение Христа – это тоже исторический факт, который можно датировать. Это произошло 16-го числа месяца Ниссан, вероятно, 33-го года, если наше летоисчисление не ошибается. Но в любом случае, даже если когда-то календарь будет пересмотрен, все равно предполагается, что это историческое событие будет иметь конкретную историческую дату. Но в действительности очень важно то, что здесь речь идет о каком-то внутреннем смысле воскресения. Это не только историческое событие, которое произошло в измерениях человеческой всемирной истории, но оно содержит в себе какой-то сокровенный внутренний смысл. И откровение этого внутреннего смысла называется апокалиптическим прочтением. Апокалиптический язык позволяет нам сквозь символы прочитать какую-то сокровенную реальность, которая по ту сторону того, к чему мы обычно привыкли обращать свой взор. И вот в качестве примера я хотел бы вам привести то, как этот псалом цитируется в Евангелии от Луки. В 20 главе, в конце этой главы, Христос вступает в спор с книжниками, и речь идет об Иоанне Крестителе. В действительности фарисеев мучает вопрос «Кто ты?». И в древности не спрашивали «Кто ты?», спрашивали «Откуда ты?», потому что очень часто сын определялся по имени своего отца. Раскрыть свою идентичность – это сказать «Чей ты сын?» или «Откуда ты родом? Откуда?». Итак, вопрос, который обсуждается, Иоанн Креститель и его крещение, оно от неба или от земли? Оно свыше? Или это просто человек? Или это посланник Божий? И Христос совершенно удивительным образом направляет эту дискуссию в другое русло. Он напоминает слова этого псалма. Он отвечает вопросом на вопрос. «Как же говорят, что Мессия – сын Давидов?» Ведь сам Давид говорит в книге псалмов. «Сказал Господь Господу моему, садись по правую руку мою, доколе не повергну врагов твоих к ногам твоим». Итак, Давид его называет Господом. Как же Мессия может быть сыном его? То есть, здесь, конечно, для человеческой логики, линейной логики, совершенно непреодолимое противоречие. Нужно определиться, Мессия, царь – это сын Давида или его Господь? Потому что разве может в наших человеческих измерениях одно и то же лицо быть чем-то сыном и одновременно господином своего отца? И от того, что наш земной язык и наша земная логика ответы на этот вопрос не дают, нужно перейти на какую-то другую ступень. И вот здесь как раз помогает это апокалиптическое прочтение. О ком говорится в этом псалме? О самом Давиде? Но вот в приведенной выше цитате из книги «Деяния» апостол Петр говорит, нет, речь идет не о Давиде, хотя он говорит о ком же тогда? О его потомке, да, о Мессии. И здесь мы как раз узнаем личности Иисуса Христа, потому что он одновременно потомок Давида, он человек из рода царя Давида, царского достоинства, и одновременно он сын Божий. И поэтому, когда историки и ученые, которые ищут исторического Христа и тоже хотят прочитать, что в Евангелии является подлинно историческим событием, а что может быть придумано или мифологизировано, как они говорят, то очень многие из них говорят, что этого диалога не могло быть, он не имеет смысла. И действительно, если рассуждать исторически, то он не имеет никакого смысла. Но он имеет другой смысл. В действительности мы здесь можем услышать голос первых христиан. Устами Христа в действительности говорит Древняя Церковь, и она спорит с фарисеями и с иудеями своего времени о царском и мессианском достоинстве своего Учителя, воскрешивая Иисуса Христа. Вот так внимательное прочтение Библии помогает нам увидеть, как Ветхий Завет исполняется в Новом Завете. И самое главное о том, как рождающаяся Церковь использует язык Писаний Ветхого Завета для исповедания своей веры. Фактически первый крик новорожденной Церкви, Христос в воскресе, мы и слышим в словах этого псалма. Вот почему за богослужением он так радует наше сердце. На портале к загетру с вами был протерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга.